Здравствуйте, друзья! Мы с вами на живописном хайвее номер 280 и Светлана записывает вопрос, наговаривает вопрос. Начну издалека, вопрос в конце задам. Еще участие в институте на иностранном языке и искренне считаю, что все, кто там учится, обожают англоязычные страны. А по какой еще причине поступать на иностранное отделение английский, считала наивно я. Я была поражена тем, что мои согруппники, не все, конечно, но процентов 40, ненавидя США, говоря так им надо про 11 сентября, летом все дружно сваливали туда на заработки по work and travel. Я недоумевала, вроде США они ненавидят, и в то же время, как только есть возможность, туда едут. Где ваши принципы, господа? Или это простое лицемерие? Другие пошли дальше. Приехав из США, ну после программы, весь год плевались и ругались, обливали США грязью. Наступало лето, все на каникулах, а в сентябре я узнаю, что те, кто больше всех плевался и ругался, свалил в Штаты. Да там и остались. В институт так и не вернулись. Что это было? Тактика, чтобы никто не подавал нам визу и им больше досталось? Или это простое лицемерие? Дальше, уже живя в США, я опять сталкиваюсь с той же проблемой. Встречаю людей, которые, живя уже здесь, все ноют, всем недовольны. Какая Америка плохая, как здесь все хреново, какая Россия хорошая, как я по ней скучаю. Ну да, я понимаю, издалека действительно легче скучать и любить. Но на вопрос, а чего обратно-то не едете? Здесь все, если здесь так все хреново. Ответ, ну или да, через годок, вот дела закончим. Только годок в год превращается, идти продолжается, а на родину никто не торопится. Теперь вопрос, почему это происходит? Что это? Простой лицемерие? Русская, где живу, там гажу? Или тактика, здесь все плохо, нечего тут делать, чтобы сюда никто не ехал? Заранее благодарю за ответ. Ну, что, давай я начну тогда, может быть, да? Значит, тут как бы сразу несколько ситуаций. Ситуация первая, человек учится в Ильязе, и он как бы виду не подает, а потом сматывает. Я хочу сказать, что в наше время, конечно, Ильяз это не МГИМО, но в общем-то это такая ГБшная в целом организациях. То есть там они, может быть, не поголовно там состояли на учете, но довольно многие. Кроме того, там же все-таки, я не знаю, что-то тебе разрешают, что-то тебе не разрешают. Есть какие-то страхи, вот я сейчас что-то лишнее скажу, а там кто-то узнает. Я думаю, что те студенты, которые настроены были на то, чтобы сваливать, они подстраивались под общую атмосферу, которая в стране, которая политически корректна. Они говорят, мы же видим, кто вокруг. Я-то это почти каждый день встречаю, когда разговариваю с людьми, которые переезжают вот сегодня в США из абсолютно любых уголков там Российской Федерации. Они боятся кому-то сказать, потому что со всех сторон столько ненависти, столько негатива и так далее, что они даже рот боятся открывать. Поэтому я в этом не вижу ничего такого неожиданного. Вот, поэтому они как бы мимикрируют. Вот они находятся в такой антагонистической среде, и они под нее подстраиваются. Они, может быть, лучше понимают, да, но виду не подают. И, в общем, в этом что-то есть. Я с разными людьми разговаривал, вот, например, из Израиля. И они рассказывают, что люди, которые сваливают из Израиля, а в Израиле это как-то многими очень осуждается, не патриотично там и так далее, они вообще до последней секунды, они самые близкие друзья, они знают, что они уезжают. Среда. Внешняя среда заставляет людей лишнего не говорить. Вот и все. А что лишнее? Ну, вот то, что вызывает негативную реакцию, то и лишнее. В наше время, я помню, когда вот мы уезжали, были люди, которые тоже так, они вот исчезали. Ну, то есть, может быть, мы знали, что они уезжают, но например, адрес какой-то там, письмо написать. Были близкие друзья, которые другим близким друзьям, например, адреса не давали. Вот, чтобы те, не дай бог, там не написали, не свалились им на голову. Я не знаю, из каких соображений они не давали, но не давали. Я знаю, обиды вот были на эту тему и так далее. Это, в общем-то, всегда было и всегда будет и так далее. Я считаю, что это реакция на внешнюю среду. Значит, второй момент. Люди, которые приехали в США, это люди, которые ноют, у которых не сложилось. Они не самореализовались. У них как бы вот не получилось. И, естественно, как бы такая реакция, вот сказать, это Америка виновата. Я-то ведь не виноват, я-то хороший. Да я-то, да если бы, да что там. Но он при этом понимает, что если он уедет, это не решит его проблем, потому что проблема на самом деле в нем. Он, может быть, там признаваться себе в этом не хочет, но так он и там никем был. Он вам скажет, что он там был главный инженер, главный энергетик, главный там, я не знаю, кто. Но, в общем-то, он никто. Он и был никто, и есть никто. И вернется, и опять будет никто. Поэтому решение здесь состоит в том, чтобы не общаться с этими людьми. Мало ли какие есть люди, с которыми мы не общаемся. Их много. Я бы даже сказал, что людей, с которыми не надо общаться, их намного и намного больше, чем тех, с которыми общаться хорошо, приятно, полезно, интересно и так далее. Но надо иметь какой-то круг общения. Откуда вокруг вас берутся эти люди? Чего вы вдруг разговариваете с ними? У Роберта Киисаки есть замечательная фраза. Я даже не думаю, что это он придумал, но, в всяком случае, он хорошо ее так обрисовал. И он говорил, что в чем проблема общения с идиотом? А в том, что проходит всего одна минута. И уже не один идиот, а два. Ты. И тот, с которым ты разговариваешь. Вот и все. А что с ним разговаривать? Других дел нет? Или разговаривать не с кем или что? Что за необходимость такая? Поэтому у них свой мир. Пусть они в нем разговаривают. Там он... Да, у них еще проблема, что с ними кто разговаривать не хочет. Поэтому он на вас выплеснит все, что может, если вы готовы слушать. Это проблема новичков. Вот они приезжают, и на них наваливаются вот эти вот вампиры, с которыми никто давно не разговаривает. И вот они им только вот, чтобы их послушали. А новички, они как бы еще неопытные, у них еще времени больше, они еще не очень различают. И вот обычно им достается больше. Я бы это так охарактеризовал. Хотя вот есть еще другие вещи. Вот, например, у нас была женщина, работала в посольстве США в Москве. и рассказывает, что там было много, ну, таких вольнонаемных из российского населения, не американцев. И очень многие, работая в американском посольстве в Москве, получая вот эти доллары, или как им там платят, значит, они ненавидели Америку. Они работали в посольстве страны, которую они ненавидят. Это еще одна сторона, что ли. Как бы отсутствие у людей уважения к себе, достоинства, целостности, личности там, и так далее. А откуда оно возьмется, если там за тысячу лет никогда не было? Вдруг оно сегодня возьмется? Когда это все добилось, уничтожалось? Вот оно так и есть, что же теперь? Это тоже элементы интересные, но это как бы уже третья тема. Светочка, ты хочешь что-то? Нет, она так, Светлана головой так качает, ей неинтересно на эту тему. Ну, вот, будем считать, что я на вопрос так, как мог, как ответил. Спасибо за внимание.